Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы с вами пробежимся с обзорной экскурсией по проекту, построенному на базе игры Days в режиме PVE. Ну и в начале этого видео я должен предупредить, что объективных критериев оценки подобных серверов не существует. Мое же субъективное мнение будет базироваться на опыте увиденного на других подобных серверах, изучении модов для данной игры и настройке собственного сервера. Итак, перед вами проект Вдали Аджон, в кластер которого входят 4 подобных же сервера. Ну и давайте не будем тянуть время, заходим на сам сервер. Для этого выбираем сервер Вдали Аджон номер 1 Чернорусь. Посмотрим, что же из себя он представляет. Ну и почему же я выбрал именно первый сервер, а не второй, третий или четвертый? Как я и сказал, кластер состоит из 4 серверов. Дело в том, что на первом сервере, рассчитанном на 60 человек, есть заполнение порядка 40-50 человек. Остальные же 3 сервера населяются игроками очень и очень скромненько. И это вы видите сейчас на своих экранах. Поэтому для тех, кто любит более-менее наполненные сервера, я бы рекомендовал заходить на сервер номер 1. Ну а далее место появления и то, как выглядит персонаж. Здесь тоже похвалить мне, наверное, будет нечего, потому что вы сейчас все видите. Персонаж появляется рандомно, места выбора у вас нету. Ну а как он выглядит, вы сейчас видите. Никакой брендированности, никаких интересных вещей, связанных с проектом или с логотипом проекта, здесь вы не увидите. Также стоит скромненькая модификация на худ вашего персонажа в правом нижнем углу. Вместе с набором стандартной одежды вам дается очень скромный набор выживальщика, который сейчас, в общем-то, перед вашими глазами. Данного набора выживальщиков вам, конечно же, не хватит, чтобы добежать до торговой зоны. Поэтому придется изрядно побегать. И вот тут по поводу бега. В левом нижнем углу вы можете увидеть шкалу стамины, ну или индикации вашей выносливости, которая очень быстро кончается. Но обратите внимание, персонаж абсолютно пустой, у него нет рюкзака, у него нет вещей, а стамина заканчивается очень быстро. И вот к настройкам вашей выносливости на этом проекте мы вернемся чуть позже. А пока потихонечку переходим к карте, которая стоит на этом проекте, на этом сервере. Ну и я бы сказал, что это не самая лучшая модификация на карту для игры Days. В данной модификации отсутствует интерактивность, практически полностью лишена она информативности. Ну а ключевые места на карте разбросаны максимально удаленно друг от друга. Но этому мы вернемся чуть позже. А пока продолжаем бежать в поисках первоначального лута. Заодно посмотрим, какой он и какие боты нам встретятся. Ну и надо сказать, что ничего удивительного или уникального на этом проекте, на этом сервере вы не увидите. Сам лут разбросанный по карте, я бы сказал, стандартный, со стандартными, а может быть даже немножко урезанными характеристиками. Каких-то интересных механик, по принципу разобрать какой-то предмет или найти какую-то уникальную шкатулку или ящик. В общем, никаких уникальных механик, связанных с поиском лута, здесь тоже нет. Собираем то, что валяется в стандартной сборке. Ну, наверное, то же самое я могу сказать и про ботов, которые встретятся на вашем пути. Это обычный комплект зомбей, которые бегают, в общем-то, на большинстве проектов. Какого-то уникального архетипа противника вы здесь тоже не увидите. Ну и лут, связанный с ботами, тоже такой же скромненький. Можно найти какую-то еду, какие-то очень простые принадлежности. Но встречаются они тоже не очень часто. Также и настройки самих ботов достаточно стандартные. В рукопашную будет с ними бороться тяжело. Ну, а найдя какой-либо предмет, с 5-6 ударов вы сможете одолеть какого-то простенького зомби, попавшегося на вашем пути. Правда, двигая от края карты, там, где появляются новички, вглубь леса, в сторону торговой зоны, вам может встретиться и вот такой вот противник, который разбросан здесь в рандомном порядке по всей карте. Данный архетип противника встречается в сталкерских зонах. Это и есть сталкерская модификация на данных зомбей или каких-то монстров. Такие монстры здесь разбросаны, в общем-то, в рандомном порядке, как я уже и сказал, и встретиться вам может в любом месте. Одолеть же новичку такого монстра будет крайне проблематично. Но в защиту данной модификации могу сказать, что рык у нее повешен на огромное расстояние. То есть, если будете оббегать зону, где идет это рычание, то, может быть, даже и не встретитесь с этим монстром. Ну, а в принципе, это очень серьезный противник для новичка. Ну, а далее по закону данного жанра мы бежим до торговой зоны. Для того, чтобы понять, какая здесь экономика, купить какой-то шмот, посмотреть, есть ли или нет здесь подъемных денег. Ну, и в принципе, разобраться, что из себя представляет данная карта, но заодно и посмотреть на маппинг, который здесь присутствует. Ну, и надо сказать, что маппинг, в принципе, нестандартный и, я бы сказал, не самый плохой. Хотя и есть свои недочеты. Вот таким вот образом выглядит здесь торговая зона. Ну, и если отходить от маппинга в целом и переходить непосредственно к точкам взаимодействия самой торговли, то здесь мне понравилось далеко не все. Так, например, выполнен зал. Тот самый зал, где стоят торговые аппараты. Да, здесь стоят торговые аппараты, а не боты. Но я, например, это всегда приветствую. Они яркие, красивые, ночью их хорошо видно. Но есть одна заковырочка, которая, в свою очередь, касается именно самих разработчиков. Таким образом, вы видите торговый зал. И, в общем-то, все выглядит прикольно, никуда бегать не надо, торговые аппараты стоят. Но банкомат стоит в другом конце этого здания. И один из аппаратов, который касается инструментов, вынесен в другое здание. Вот зачем? Хрен его знает. Таким образом, мы, побегав здесь, по этому залу, продали свои принадлежности. И если у вас остался, например, инструмент или какие-то еще детали, вам надо проследовать вот таким вот курсом до другого автомата. Хотя места для этого автомата в торговом зале приполно. Почему один аппарат выставлен отдельно? Абсолютно непонятно. И почему же здесь рядом не поставить банкомат? Зачем игрока заставлять бегать из одного помещения в другой? Тоже не особо понятно. От таких вот нюансов на проекте в целом складывается впечатление, что разработчик специально ставит игроку палки в колеса. Типа, а нехер тебе расслабляться и получать удовольствие. Потому что этого мы еще коснемся. Это касается не только вот таких вот нюансов торговой зоны. Это касается многих нюансов на данном проекте. Но мы их еще коснемся. Ну что ж, переходим дальше. К экономике данного сервера и данного проекта. Каким-то образом осуждать ее или говорить хороша она или плоха я, наверное, не буду. Потому что публика, которая играет в Days, абсолютно разношерстная. И кому-то нравится легкая экономика, кому-то средняя, кому-то тяжелая, кому-то мега тяжелая. У всех свое понимание. Я просто покажу, какие цены здесь на этом проекте. В общем-то и все. Также вот сейчас мы немножко коснемся автомобильного транспорта, который есть на этом проекте. И немножко затронем эту тематику. Дело в том, что вы сейчас можете заметить, есть стандартные машины, но цены на них убраны. Потому что на этом сервере стандартные ванильные машины валяются на всей карте и являются частью лутовой системы. То есть вы можете ее найти, привезти сюда и здесь ее продать. Но данная же система, когда ванильный транспорт разбросан по карте и спавнится в определенное время, является ахиллесовой пятой для многих серверов. Поэтому на большинстве серверов от этой системы наглухо отказываются. Здесь же эта система присутствует, из-за чего сервер очень лагучий. Я уверен, что именно из-за системы спавна ванильных машин здесь сильные лаги. Более лагучего сервера я на своем пути еще не встречал. Также про ванильный транспорт могу сказать, что помимо того, что они очень сильно нагружают сервер, найти этот транспорт не так-то легко. Не легко это по нескольким причинам. Во-первых, автотранспорт уже есть у ряда игроков, которые зашли раньше вас. А во-вторых, это бег. Я обещал, что мы еще вернемся к бегу. Так вот, этот бег. Несмотря на то, что в какой-то момент вы приобретете себе хоть какой-нибудь рюкзачок, какие-то шмоточки, может быть найдете их, может быть приобретете на торговой зоне, может быть вам кто-то подарит, легче от этого вам не станет. Не станет от слова совсем. Потому как здесь стоит двойная система вашей стамины, то есть выносливости. Мало того, что выносливость по мере нагрузки вашего персонажа уходит быстрее, так она еще и режется. В плане перевеса. А перевес наступает очень и очень быстро. И вот как показано сейчас в этом видео, несмотря на то, что в инвентаре у меня как минимум 40% свободного места, бегать я уже не могу. И вы это можете видеть по стамине. Там остался один миллиметрик этого уровня. Все, все остальное путь вы будете идти пешком. Прямо пешком. Ну а бегать здесь надо очень много. И вот вам, пожалуйста, пример, про который я говорил в самом начале ролика. Что точки взаимодействия здесь разбросаны специально по разным углам карты. Максимальное отдаление. Если бы у разработчика была возможность поставить еще дальше, я уверен, он бы поставил еще дальше. Помните, я говорил о том, что складывается впечатление, что разработчик специально пихает палки в колеса для игрока. Это еще один нюанс, который есть на этом проекте. Специально разбросаны все точки на максимальное удаление от торговой зоны. И если вы в своих приключениях нашли какого-то мутанта, застрелили его, разделали, и вам надо его продать. Да по пути вы еще встретили каких-то волков, может быть корову, может быть кабана. Разделали его, и вам тоже надо будет это продать. То вам надо посетить как минимум две точки. Причем посетить вот таким вот бегом, который я говорил. То есть пешком, с перевесом. И пройти вам надо будет километров 30. Вот такого вот пути. Сейчас на карте я показываю, куда именно вам следует пройти. Вот таким вот неспешным прогулочным шагом. Лично у меня это заняло три дня. Три реальных дня, а не игровых. Я не смог преодолеть это расстояние в один присест. Поэтому я заходил периодично. Поиграю 40 минут, мне надоест, я выйду. Зайду еще раз, поиграю 40 минут, выйду. И так я заходил три дня, чтобы посетить эти три точки. Вернее две торговые точки и вернуться обратно на ТЗ. Ну и назревает здравый вопрос. Ну а зачем же так сделали? Ну и наверное ответ кроется вот в этом вот магазине, который сейчас на ваших экранах. Здесь вы можете приобрести некую гравицапу. Ну по аналогии с фильмом Кинзадза. Которая повысит ваш размер рюкзака или сделает вас более легкими. Ну в общем ваша стамина подрастет. И вы сможете передвигаться каким-то образом по проекту. С помощью вот этой вот гравицапы. Которая стоит, ну сколько это стоит, вы видите сейчас на своих экранах. Наверное вот тут и кроется ответ на то, Зачем же так безбожно была порезана стамина для игрока? Зачем его заставляют ходить пешком по проекту, в котором нету транспорта начального? Вы можете его найти, ну если у вас это получится. Но вы будете бегать вот так, как я сейчас показал и рассказал. Правда надо сказать, что эту же гравицапу вы можете получить на другом сайте. При условии, если вы там зарегистрированы и будете ежедневно голосовать за этот сервер. Также на этом сервере есть рулетка. И за каждой проведенной 5 часов вы можете ее крутить. Правда выполнено это немножко странно. Для этого вам надо выйти в лобби, перезайти по ссылке на этот сайт. Там же находится магазин, там же находится рулетка. Ну и крутануть ее. Выпадает исключительно игровая валюта. Ничего больше. Ну а какое количество зависит от господина рандома. И возвращаемся обратно в игру. Про которую тоже еще есть что сказать. Так, например, я хотел вам показать, как выполнен маппинг на торговых точках. Например, точка продажи животных или шкур. Черный торговец. Ну или сталкер зона. Вообще, слово сталкер зона, это здесь очень такое за уши притянутое понятие. Как таковой сталкерской тематики здесь особо нету. Да, есть сталкер зона, есть мутанты, взятые из сталкерского мода. Но больше здесь по сталкеру ничего нету. Это просто так вот притянутая за уши тематика. Которая есть как бы поверхностно, но по сути ее тут и нету. Зато есть очень темные ночи и очень длинные ночи. По моим замерам ночь составляет больше 40 минут. То есть из вашего геймплея строго вырезается 40 минут проведенного в игре. И да, конечно, вас никто из игры не выгоняет. Вы можете бегать с фонариком, наблюдая вот это вот светлое пятно на своем экране. Или если у вас есть ПНВ, вы можете 40 минут смотреть на зеленую картинку. Но как показала практика, большинство игроков предпочитает АФКшить на торговой зоне. Высыпаясь. Да, да, в этой игре нужно еще и спать. Такого показателя я не одобряю вообще ни на одном проекте. Это онлайн игра. Я захожу в нее поиграть, а не смотреть как мой персонаж валяется или вообще смотреть черную картинку. Зачем это надо? Я не могу себе объяснить. Но здесь нужно спать. Ну и большинство предпочитают подгадать так, чтобы ночь вас настигла на тот момент, когда ваши показатели равны сну. Если не совпало, то будете спать посреди дня. Вообще сон, на мой взгляд, в онлайн игре это какой-то за гранью идиотизма. Но здесь это присутствует и вот как вы видите, большинство игроков предпочитают по АФКшить, поваляться около бочки. Ну и вот такой геймплей мы можем наблюдать. Ну или можем наблюдать, как я выкидываю в общем-то очень хороший лут. И выкидываю я его не из-за того, что я такой разбогатевший, а потому что на проекте нету временного хранилища. Мне некуда его сложить. Эти предметы продаются у разных торговцев. А где расположены эти разные торговцы и каким методом до туда добираться, я уже показал и рассказал. Идти еще раз в такое же расстояние у меня нету никакого желания. И я выкидываю этот лут в общественную помойку для того, чтобы он не пропал, а кто-нибудь из игроков нашел его и забрал себе. Ну и подводя какой-то итог моего присутствия здесь и того, что я здесь увидел, я бы наверное сказал, что проект мне больше не понравился, чем понравился. Ну и разговаривая с другими игроками, задавая им вопрос, а что здесь хорошего, адекватного ответа я не услышал ни разу. Кто-то пришел только что, играет два дня, кто-то играет уже два месяца, но ни в чем не разбирается и подсказать ничего не может. Кто-то пришел с другого проекта, который на самом деле не лучше этого. Ну вот такие вот ответы я услышал от игроков. Мне же самому данный проект не понравился. Слишком много здесь нагрузки на игрока в плане геймплея. Не выживания, а в плане геймплея. Очень тяжело играть. Так, например, здесь нету автобега. А расстояние, которое надо преодолевать, я вам здесь показал. И без автобега вы часами жмете одну и ту же кнопку. Жмете W. Вам не отдохнуть, не перекурить, не остановиться. Вы все время жмете одну кнопку, часами наблюдая на своего персонажа. Это очень скучно. Это не выживание. Это какое-то томление за клавиатурой. Поэтому данный сервер мне, например, не понравился. Ну а если вам понравился данный обзор, или вы хотите посмотреть на все сами, вы любитель какого-то хардкорного геймплея, заходите, играйте, получайте удовольствие. У меня же на этом все. Всего вам доброго. Доброго.